Тут, конечно, обновление код, наплакал, но обновление есть, обновление и ивенты. И там немножко расклады по Леоне 2, про мою войну, про некоторую чепуху с Dark Mode, там один стример, короче, назовем его Тухлый. Обновление у нас, начинается пятый сезон Храма Запара, Эрика Леона, Барц Зикард. Добавляется в Городах статуя, которая дает на 4 часа баф, очень крутой баф, весь урон, плюс 2, защита плюс 1 и точность плюс 1. Так, дальше, Горная зона конфликта, которая проводится в вторник и четверг, вечером, там даже иконку добавили, чтобы все видели и могли на нее попасть. Добавляется вот такой сундук, не важно вы победите, ничья или поражение, с определенной вероятностью кристаллы души 6 раз, высокого качества 1 раз и высокого качества 6 раз, но это согласно вероятности и также зелье пробуждения низкого качества, тоже согласно вероятности. Вот такой вот сундучок. И также дальше у нас получается, групповые подземелья тоже добавляется, сундучок дополнительный дается, и в нем будет реликвия энергии, ордена славы, кристаллы, улучшенный кристалл. Вот кристаллы и улучшенный кристалл, согласно вероятности, а ордена и реликвия, ордена 500 штук и 10 реликвий, это 100% шанс. Писемка в 12 часов, энергия НХАСАД и тайный сундук по отшову ангела. Сундучок ивент, тут святая вода, эликсир наследника, пир наследника, большое зелье исцеления, такое расходники. На этом мы можем закончить ивенты и обновления, давайте перейдем к тому, что происходит на Леоне 2, короче. Если кто не знает, на Леоне 2, Розе, борец с справедливостью, со злом, то есть с мраком, с гадостью, с плесенью на Леоне 2. Короче, влез в такую историю, возьмем этого парня, он там подключил стримеров, типа, чтобы оклеветать дядюшку Розе, что он какой-то плохой, неадекват. Я этому чуваку каждый день предлагаю мир, каждый день, то малютки, короче, ну, я каждый день предлагаю мир вот этому дяде, что типа, давайте заключим мир, но нет. Этот чувак не хочет мира. Мне вчера пришла информация, что Мазай сошел с ума, кто не знает, кто такой Мазай, там, посмотрите, прошлые выпуски, где я рассказываю, что Мазай это Dead Inside, его дружки, то, короче, и мне кажется, Ли тоже тут замешан, потому что то, что сейчас происходит, очень не объяснить, почему так происходит. Короче, сейчас на Леоне 2 есть два лагеря, это вот этот непонятный Альянс, который в засосе с Мазаем, ну, засосе с Мазаем, Мираксом, дружками Мираксом. Твинокланы Миракса в этом Альянсе, дружки Миракса в этом Альянсе, даже твины Мазая в этом Альянсе, 100%. То, что объяснит то, что Чистилищем поделили боссов на двоих, и теперь получается, что вчера, ну, чувак, наверное, хотел меня сбить с толку, потому что, когда мне приходит такая информация, я перепроверяю постоянно, потому что очень много инфы от многих мемберов идет. Чувак мне пишет, что Мазай льет весь сервер, но нет, Мазай не льет весь сервер, ну, свом не льет Мазая. Ну, может быть, там Мазай начал каких-то мемберов лить в своми, но не всех. Некоторых он оббегает стороной и идет дальше. То бишь, там что-то на загрече Мазай подобрал, ему сказали, типа, отключи подбор или что, ну, я не понял полной сути конфликта. Но теперь Мазай льет вот этот второй Альянс, который делит с вот этой царицей боссов. Получается, они хотят вот этот Альянс склонить так, чтобы они создали, наверное, один Альянс какой-то и там и начали фармить боссов вместе. Я не знаю, потому что я ежедневно лью вот этот Альянс, вот этот Альянс непонятный, который в засосе с Мазаем. Миракс тоже на ровном месте делает конфликты, прокидывает вары. Мазай такой же самый, тупо откуда ни возьмись, начинает лить вот этот Альянс, потому что, почему? Потому что этот Альянс никто не трогает. Вот этому товарищу, вот этот Альянс, он не выгоден. Ежедневно мешаю с Волмом играть, как бы лью их, там пытаюсь боссов отбирать. И там не надо говорить, что типа малютки ни при чем. Вот малютка раз, вот малютка два, вот товарищ тоже ходит на боссов, вот товарищ ходит на боссов, вот товарищ ходит на боссов. Вот этому товарищу, я так понял, или товарищи С, я не знаю, кто там, просто брат с сестрой играют или что, я не понимаю, что у них там за связи между собой, но то их дело. Короче, вот этому товарищу пофиг на малюток, потому что я ежедневно предлагаю мир. и как он Кейл-лидер, он должен заключить со мной этот мир, а он, непонятно кто, он просто игнорирует, не обращает на это внимания. То малютки, короче, я здесь ни при чём. Вот в чём проблема, вот смотрите, вот этот ник, вот эта проблема только в этом нике, всё. От меня отстали, задолбали мне ПМ писать, там типа не пишите мне в ПМ, не надо, вот. Напрягайте вот эту личность, но эта личность никогда не пойдёт на мир, потому что ему не выгоден со мной мир. Ему нужно склонить вот этот альянс, чтобы они засосались вместе. Вот это чистилище, ещё один альянс, который, ну, ни под кем пока не ходит, засосался вместе с Ли. ПВЕ клабу союз прокинули, то что ребятки стоят спот и хрючат, они как бы не представляют никакой угрозы и не мешают, так сказать, Ли. А вот альянс чистилища, вот это, у которых тоже топов, топ-50 очень мало, очень как бы не выгоден свом, то они будут пытаться склонить этот альянс, чтобы чистилище засосалось вместе с Ли, потому что Мазай льёт этот альянс, начал, то есть лить, потому что этот альянс не выгоден Ли. Я там мешаю свомам, тут чистилище себе фармят боссов, там фармят споты, всё нормально, там какой-то конфликты в свомах начинаются, тоже вы понимаете. Потому что я беру информацию не на ровном месте, мне информаторов не буду как бы полить, и там вот скрины, которые присылают, я там читаю интересные переписки в чате, ещё кое-что скажу, там, ну, Мазай, конечно, знает, там четвёртая часть свомов я тоже не лью. Ребят, потому что они доказали, что у них нет засосов с Мазаев прямых, как бы, и я их тоже не трогаю, но Мазаю пофиг, он шестёрка на похлёбке у Ли. И, как бы, не знаю, там может и Миракс подключится тоже лить, но если Миракс подключится, то я не знаю, сколько чистилищей продержится, то мы посмотрим, я буду наблюдать за этой ситуацией, дальше кошмарить альянс свом, потому что это двуличный альянс, которому нет права быть, как бы, и Розе не сдастся, хоть у него нет буста, как бы, и товарищи, которые 150 и ниже представляют опасную, очень большую угрозу для дядюшки Розе, с теми товарищами, которые пытались со мной пвпшиться, уже не хотят с дядюшкой Розе пвпшиться, потому что они знают, что они не вывезут, а те ребята, которые, вот, получается, вот этот товарищ за мной пытается бегать иногда, саму королеву Ли мы вчера увидели, короче, кошмарил одного чувачка, где-то час его кошмарил, и даже сама королева Ли явилась за мной, вы представьте, вот насколько это, ну, насколько это я просто заставил его, там сорваться со спота или, там, оторваться, там, от любимого дела, чем он любит заниматься, или она, или он, непонятно, там, очень странный персонаж. Что еще хотел сказать? А, да, про Тухлого, давайте еще поговорим про Тухлого. В клане Ли есть один стример, назовем его Тухлый, так сказать, читает комментарии своих подписчиков, не зная реальной информации, соглашается с ними, поддакуя им, потом эта армия подписчиков прибежала к дядюшке Розе на канал и писала разные комментарии непонятные просто, за что дядюшка Розе их просто всех побанил. Переписывался с Мазаем, он, ну, бомбанул вчера немножко, начал в чате переписываться, и говорит, там с тебя какой-то стример орет, типа, какой-то стример прикалывается с тебя, типа, что ты чепуха и такое себе. Я вспоминаю, что там в дарк модах есть один стример, который крутит алхимку, открывает паки, и кроме мобов в этой игре ничего больше не видел. И захожу, там прошлый стрим, и я просто понимаю, откуда эта армия вот этой чепухи, вот этого мусора, так бы сказать, прибежала на мой канал, блин. Потом я еще один стрим, вот вчерашний стрим включаю, и слышу, короче, ну, наверное, ему так Ли сказал, чтобы он рассказал такую интересную историю, что дядюшка Розе сошел с ума, начал всех подряд лить, просто так, из-за какого-то Миракса. Да дело не в одном Мираксе. Дело в его друзьях, которые находятся в Альянсе Ули. Дело в его Твиноклайне, которые находятся в Альянсе Ули. Дело в том, что Миракс и Мазай льют всех, кто не нравится Альянс Ули, блин. Дело в этом, и только в этом. Дядюшка Розе за справедливость, за работя. Он раскроет эту шушару, вот эту двуличную, которая, ну, просто оборзела, как бы. Контента будет выходить меньше, потому что ребята, которые, ну, уже на мне проверили так силы свои, уже не будут со мной драться. А те ребята, которые меня сносят там с двух плюх, ну, конечно, это не контент. Там даже в левел разница с ребятами, там, к примеру, с топ-40, они там 76-е, очень колоссальная разница в бусте. То дядюшке Розе нужен буст, рынок, как бы, тоже умер. То я не знаю, как дядюшку Розе бустить. За счет чего? Потому что ничего не покупается, а там пятые кольца, там девятые пушки синие продавать, там по 200 алмазов, ну, я не буду. Я лучше пушки переломаю. Если рынок мертвый, за что я буду бустить дядюшку Розе, то я не знаю. Я просто буду наблюдать за событиями на Леоне 2, на этот просто цирк, который они устроили, вот этот Мазай, Миракс, Ли, Алианс Вом, просто хотят доминировать на этом сервере до трансфера. А дядюшка Розе пытается защищать работяг. Только с вашей помощью я вот это поставлю на место. Давайте, до новых встреч. С вами дядюшка Розе.